Гравитации не существует. Сейчас я вам это докажу. Смотрите, вот камень. И если я его поднимаю с земли, видите, он опирается на мои руки. Я поднимаю руки, камень становится выше. Я поднимаю руки, камень становится выше. Я поднимаю руки, камень становится выше. А сейчас я отпущу руки. Как вы думаете, камень улетит вверх или нет? Вы точно знаете, что он вниз упадет? Сейчас вы увидите, что он полетит вверх. Смотрите. Ой. Законы физики не обманешь. Точно так же и с экономикой. А сейчас я предлагаю вам посмотреть на один очень любопытный график. S&P 500 против Profit Mergents. Что это за график? Посмотрите. Белая линия. Это индекс S&P 500 на протяжении длительного времени, начиная с 1990 года. Это индекс S&P 500. Белая линия. Красная линия. Это прибыли компаний, которые входят в индекс S&P 500. И что мы видим? Смотрите. Что как только прибыли падают... Вот он, начало наблюдений, ну попозже чуть-чуть, красная линия. Прибыли компаний падают, а это ведет за собой падение индекса РТС. Помним камень, да? Прибыли начинают расти. Смотрите. Индекс еще падает, но прибыль уже начинает расти. Что происходит? После этого начинают расти компании. И прибыль начинает расти. И она поднимает индекс S&P 500. Дальше смотрите. Вот он. Здесь синхронное движение. Прибыли начинают резко падать в 2008 году. И точно так же падает индекс S&P 500. Далее. Прибыли начинают расти. Идет восстановление экономики. Растет индекс S&P 500. Все логично, друзья мои. Абсолютно. То есть, есть поддержка прибыли. Компании приносят прибыли. Акции их растут. Все логично. Потому что, ну, если компания получает прибыль, то значит, ее стоимость дорожает. Мы помним, что акции это доля в бизнесе. Что происходит дальше? Текущий момент. Смотрите. Здесь вот приходит Трамп и начинает толкать все это вверх. И он снижает налоги. Это увеличивает прибыль компаний. Компании начинают, акции компании начинают расти. Потому что Трамп снизил налоги. Вот он снизил налоги. Дальше он начинает там что-то еще делать. Все хорошо. Все хорошо. Он начинает с Китаем фазу 1 подписывать. Чтобы Китай больше брал. Он сокращает торговый дефицит в торговле с Китаем. Прибыли компании растут. Но при этом прибыли компании растут не очень. Но индекс S&P 500 продолжает расти. Эйфория. Понимаете? Трамп ее толкает вверх. Он говорит, все будет лучше. Все будет лучше. И тут прибыли компании догоняют индекс S&P 500. Смотрите, был разрыв. Была вероятность того, что будет коррекция. То есть, что должно произойти было. Либо белая линия опуститься вниз, либо красная ее догнать. Красная линия догнала белую. То есть, все, есть поддержка. И что происходит далее? 2020 год. Вот оно, начало падения. Вот оно падение. Которое достаточно серьезное было. И болезненное. Это из-за коронавируса. Вот, видите, да? И при этом прибыли компаний упали намного сильнее. Что произошло дальше? Дальше. Трамп включает ставки, снижает очень резко. И увеличивает программу КУЕ. Это толкает акции вверх. Но прибыли компаний от этого не растут. Государство американское печатает доллары. И выкупает на эти доллары, ну скажем, долги компаний. Выкупает на эти долги деньги другие долги. Выкупает на эти деньги акции. И помогает непосредственно, ну практически бесплатными деньгами раздает компаниям. И за счет этого вот он отскок. И Трамп говорит, будет V-образный отскок. Но прибыли компаний падают. И весь этот отскок, он связан только с тем, что ФРС печатает доллары и впрыскивает их в экономику. Надолго ли хватит этого импульса? Помните, я кирпич подбросил. Да, он подскочил на какое-то время. Он полетел вверх. Что произошло после этого? Он грохнулся. Вторая волна. То есть, смотрите, если красная линия не начнет подниматься, а с чего она начнет подниматься? То неминуемо белая линия упадет вслед за ней. Они должны идти нос в нос. Законы в экономике не обмануть. Их можно ненадолго отложить. То есть, мы можем, Трамп может, ненадолго отложить вот неизбежное воссоединение белой линии и красной. Что будет? Посмотрим. Некоторые аналитики говорят, что все будет хорошо, но глядя на и акции, которые входят в S&P 500, они говорят, что параметр P на E запредельный уже, уже за 50 перешел. Что такое 50 PE? Это значит, что прибыль, которую приносят компании, окупит вложение в эти акции за 50 лет. Всегда было 25-28 в Америке, в России 5 этот параметр. Понимаете? Сейчас 50. То есть, вкладывайте денежки, через 50 лет они вам вернутся. Вот такая веселая ситуация в данный момент. Значит, либо прибыль компаний увеличивается, то есть, компании начнут резко производить что-то и все наладится более-менее, либо все грохнется. Давайте не забывать, что в Америке еще есть еще и фактор такой, как президентские выборы, которые намечаются на ноябрь этого года. Трамп сделает все возможное, чтобы индекс S&P 500 поднялся, а его противники, демократы, сделают все возможное, чтобы у Трампа этого не получилось. Да там и делать ничего не надо, в общем-то сказать, все справляется само. Но, кроме того, по последним данным, в Америке, кажется, есть уже увеличение числа заболеваний. То есть, вторая волна коронавируса вполне вероятна. И хватит ли у ФРС денег, чтобы напечатать? Кто-то говорит, что хватит, кто-то говорит нет. Посмотрим, а что произошло вчера? А вчера ФРС сказала, ну, дальше ставку понижать некуда. То есть, смотрите, первый механизм, который позволяет ускорить экономику, это уменьшение ставки, рефинансирование. Ставка рефинансирования уже снижена до предела практически. 0,25, осталось совсем немного. И дальше КУЕ только. То есть, второй механизм лечения экономики, это КУЕ, то есть, печатание денег. Ну, а потом уже будет инфляция. Ну, инфляция в акциях, похоже, уже началась, потому что вы видите, какой разрыв. Наблюдаем. Оставайтесь на моем канале, я буду держать вас в курсе. Смотрим, что будет дальше. Но я считаю, что вот то, что сейчас, вчера произошло падение индекса S&P 500, оно будет продолжено. И достаточно серьезно. До уровня 2800, я думаю, запросто дойдем, но можем дойти и ниже. По индексу РТС некоторые говорят, что даже до 800 может дойти. Не знаю, посмотрим. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok